Привет! Мы в Владимирской области. За моей спиной Ляховский детский дом. На самом деле это не обычный детский дом, это настоящая дружная семья. И я так говорю, потому что я выросла в этом детском доме. Я мечтаю сделать детский дом настоящим домом для детей. К сожалению, спортивной площадки в детском доме нет, поэтому дети играют там, где придется. Мы хотим построить спортивную площадку уже в этом году. Для этого нам нужно как можно скорее закончить сбор средств. Мы будем рады любой помощи. Таня Лебедева вместе с коллегой-архитектором Анной Аверьяновой разработали проект благоустройства территории детского дома и представили его детям. А те поделились своими идеями и предложениями. Спортплощадку было решено построить на заброшенном участке за свинарником. За моей спиной единственное место, где может появиться спортивная площадка для детей. Сейчас здесь ничего нет. Проект предусматривал установку специального бесшовного покрытия, ограждения, защитной сетки и спортивного оборудования. Итоговая смета спортивной площадки насчитывала почти полтора миллиона рублей. Чтобы собрать необходимое средство, нужно было привлечь к проекту как можно больше людей. У ребят из детского дома села Ляхи Мленковского района может появиться новая спортивная площадка. Это стало возможно благодаря специальному социальному проекту «Строем детство». Его организовала выпускница этого детского дома Татьяна Лебедева совместно с командой студентов Российского университета дружбы народов. Проект называется «Строем-детство». Я очень прошу всех по возможности поддержать его, рассказать о нем друзьям, делать репосты в социальных сетях. Построим детство вместе! Проект был размещен на краудфандинговой площадке Planeta.ru, где за очень короткий срок удалось собрать необходимую сумму. И уже 15 октября состоялось открытие спортивной площадки. Проект «Строем детство» наконец-то начал воплощаться в жизнь. Все это произошло благодаря усилиям и помощи многих-многих людей. За короткий срок удалось собрать полтора миллиона рублей. И вот, наконец-то, площадка готова к открытию. Прямо сейчас здесь присутствуют студенты из почти 20 стран мира. И мы вместе с детьми будем открывать эту площадку. От рассвета до заката трави села с мерзлыми. Продолжение следует... Учитесь, пожалуйста, дорогие ребята, да и студенты тоже. Мечтайте, пожалуйста, мечтайте, чтобы потом... Вон такой прекрасный праздник, в тот момент, когда ваша мечта будет такая красивая, и так она может осуществиться. Слезы наворачиваются на глаза. Такое у нас огромное событие, открытие спортивной площадки. Это праздник дружбы, потому что благодаря дружбе с такими замечательными ребятами, студентами из Университета Дружбы Народов, это все и произошло. Вот, собственно, такая реализация детской мечты, но уже не для себя, а для вас, ребят, которые живут в детском доме. Вот, надеюсь, что вы будете беречь, хорошо ухаживать за ней, и тогда она прозвучит вам долго, останется, может быть, и другим ребятам. Вот. В общем, на здоровье! В общем, на здоровье! Я хочу поблагодарить всех участников данного проекта, всех, кто помогал материально, кто помогал просто советами. Вообще, всех-всех-всех, это было огромное количество людей, которые приняли участие в строительстве спортплощадки, в сборе денег. Случилось чудо, все получилось, поэтому большое спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!